зайчонок итак друзья всем привет мы в очередной раз встретились чтобы поговорить о технологиях которые мы заслужили которые будут определять наше будущее сегодня мы будем говорить о том что такое компьютерное зрение и в этом нам поможет виктор чайкомасов чайкомасов чекомазов чико мазов чик к мазов чик к мазов чик к мазов так по мнению запомнился чикамасов виктор руководитель продукта vision виктор тебе три слова ты тебе три минут блин тебе короче слова тебе слова расскажи немножко себе какой вопрос был изначально меня там бэкграунд наверное лет 10-15 был войти и в компании создавалось подразделение которое было направлено на то, чтобы применять искусственный интеллект в промышленности. И это прям был супер-кейс, когда можно было приехать на завод, пообщаться с технологами, посмотреть, как работает реальное производство, собрать эти данные и на основании искусственного интеллекта построить модель, которая помогает оптимизировать. Это прям, не знаю, для меня это был разрыв шаблона, потому что 15 лет сидеть перед компьютером, нажимать кнопочки, а потом летать по всяким заводам, смотреть, как там работают дуговые стайли плавильной печи, реакторы дегидрирования из-за бутана и делать вещи с помощью машинного обучения, которые реально применяются, это прям была смена парадигмы, и этим занимался два года. Но потом как-то так получилось, что сконцентрировался на машинном обучении и сейчас там, ну, на компьютерном зрении, сейчас развиваюсь в этом направлении. Вы знаете, что, например, на экскаваторы ставят камеру, чтобы мониторить состояние зубцов на ковше? Сортировка руды, огурцы тоже подойдут. Чисто потребительские прикольные темы, где японский фермер там огурцы сортировал. Его загуглить сейчас, чтобы мы его посмотрели... Что ты говоришь, я на вас слышал. Чтобы маленькие в баночку. То есть это даже стало в некотором роде не только промышленное решение, а такое прям... Тоже такая технология, значит... Маски накладывают. Три ведра, индус. И у него две такие какие-то типа линейки лежат вдоль этих ведер. И он бросает апельсины, и он как только достигает своей ширины и ширины этой палки, он в то ведро попадает. Это круче, чем невероятнее... Витя, расскажи, пожалуйста, про машинное зрение в промышленности. Тут на самом деле есть несколько историй, как оно применяется. Есть общая история, которая интересна, в принципе, всем промышленным предприятиям. Это контроль средств индивидуальной защиты и безопасности сотрудников. И эти кейсы являются такими, что, условно, ты их можешь сделать один раз и всем предприятиям передавать. К ним относятся наличие касок, перчаток, защитного жилета и в целом нахождение человека в опасной ситуации. И есть прям узкокастомизированные кейсы под каждую промышленность. То есть в нефтянке это одно, в горно-добычной промышленности это другое, где-то еще это третье. Ну, например, в горной добыче что может быть? Слушай, ну в горной добыче я знаю следующие кейсы. Это, соответственно, контроль руды. Получается, что есть некий конвейер, по которому она идет. И нужно понять, какого размера руда, для того, чтобы потом оптимально подобрать, насколько я помню, оптимально подобрать ее режим работы мельницы с этой рудой. Потому что она потом кладется в такой большой барабан, в котором есть железные шары, и некоторое время крутится до их измельчения. Соответственно, чтобы правильно рассчитать, сколько ресурсов на это нужно потратить, и применяется предварительный анализ. То есть, если я тебя правильно понял, с помощью машинного зрения руда сортируется, отбираются куски определенного размера для того, чтобы как раз наиболее эффективно заполнять вот этот барабан, который как раз их измельчает. Ну да, и считать, сколько времени он крутится. Потому что чем меньше крутится, тем больше экономия ресурсов. И, похоже, кейс есть в нефтянке. Там, соответственно, когда бурится скважина, поднимается с нее грунт, и тоже идет по такому виброситу. И если в определенный момент там становится много грунта, то может произойти чрезвычайное происшествие. Это газо-нефть и водопроявление, когда из земли просто начинает бить огромный фонтан. И это очень страшно может привести к пожару и каким-то другим неприятным последствиям. Слушай, я правильно понимаю, что компании, в том числе из добывающей промышленности, сейчас активно инвестируют в это направление? Много специалистов идет работать? Да, здесь как раз интересная история с компьютерным зрением в том, что там достаточно несложно войти в эту отрасль и получить какие-то первые результаты. Поэтому многие туда идут. Больших кейсов, которые применяются на всех, их крайне мало. Но зато очень много точечных историй, которыми можно закрывать потребность промышленных предприятий, промышленности, медицины, службы безопасности. Машинное зрение используется, например, для контроля наличия спецсредств, спецодежды, сортировки руды. А есть какие-то иные кейсы. Например, какие-то менее очевидные. Например, оптимизация работы доменной печи для того, чтобы повысить отдачу выплавленного металла на выходе. Или контроль каких-нибудь запасов. Например, с вертолета анализировать количество лесных ресурсов, объятых огнем. Есть такие кейсы или нет? Таких кейсов множество. То, что ты сказал, первое, это, соответственно, есть кейсы по дефектовке деталей. То есть, когда в металлургии выходят сталипрокатные листы, по-моему, они называются, и пытаются понять, есть ли там дефекты. Касательно вертолетов сейчас, знаю, есть кейсы, когда с помощью снимков с дронов или снимков с космоса пытаются оценить площадь леса и насколько он вообще пригоден для вырубки или найти неправильные, точнее, найти участки, на которых была проведена незаконная вырубка. У нас был тоже интересный кейс – это с дронов детектирование утечек нефтепродуктов. То есть, пролетает дрон над каким-то трубопроводом и, соответственно, смотрится, есть ли там люди, транспорт или утечки нефтепродуктов. С одной стороны, это защита от врезок, с другой стороны, это, соответственно, оперативное определение этих утечек для быстрого устранения. Отличный был кейс, который у меня очень запал в душу. Это, вы знаете, как Bloomberg, да, они занимаются, у них есть новостная лента. Ну да, у них и сайты, и мобильные приложения есть. Хорошо. Могут себе позволить, отлично. Да, кстати, у них долгое время было на кросс-платформенном движке мобильное приложение. Кто еще что знает про Bloomberg? Сейчас подберемся. Это предмет отдельной дискуссии. Короче, у них есть, например, история, связанная с мониторингом запасов нефти в нефтехранилищах. Я был удивлен, что они фотографируют, чуть ли не со спутника получают фотографии этих нефтехранилищ, и по длине тени внутри резервуара, ну, то есть, в зависимости от того, на каком уровне находится нефть, меняется длина тени. Они определяют объем запасов на текущий момент. Исходя из этого, они учитывают это в своей модели для прогнозирования. Вот прям отличный, замечательный кейс, близкий к тому, что ты рассказал с мониторингом врезок, утечек и тому подобное. Мне кажется, для массовой аудитории компьютерное зрение сейчас связано с той слежкой, которую государства пытаются вести за своими гражданами, в частности, кейс Китая. Какие вообще здесь есть этические ограничения? Готовы ли разработчики работать над этим? Какие есть возможности у населения бороться с такой тенденцией? Мы в Mail.ru заняли такую позицию, что делаем компьютерное зрение для белых и пушистых целей. То есть, мы сейчас предоставляем его пользователям для того, чтобы они, залив в свое облако фотографии, увидели, где какой человек изображен, и смогли посмотреть фотографии с ним. Насколько власти будут использовать в нашей стране технологии китайские для слежки за гражданами? Ну, это, наверное, вопрос не к нам, к властям, но мы не очень хотим участвовать в таких проектах. А можно узнать, как удается обмануть в этом случае машинное зрение? По тонкому льду ходим. Просто любопытно. Давай-давай, добавим пепчинки. Как работает на уровне механизма потенциальный камуфляж? Как на систему? Камер огромное количество. Противоядие, естественно, напрашивается. Кто-то будет им даже торговать. В подъезд заходишь, везде камеры. Сейчас можно проследить перемещение любого человека. С одной стороны, это хорошо. А с другой стороны, ты хочешь зайти в подъезд незамеченным? Зачем? Зачем? Мы потом разберем это отдельно. Допустим, есть задача поймать преступника. Это позитивная история. Но преступлений-то совершается не так много. Процент небольшой относительно всех перемещений людей по городу. Но огромное количество информации поступает куда-то о том, куда я еду, что я делаю, как я себя на улице веду. В Китае это просто дошло до каких-то абсурдных вещей, где человеку присваивают социальный рейтинг на основе всего этого поведения. Соответственно, вопрос. Как нам защититься от ситуации? Да, я недавно не заплатила за проезд в автобусе. Мы чуть позже дойдем до кейса Ашана. На самом деле, тут не все так очевидно с точки зрения распознавания лиц. И на обычных камерах оно, скажем так, работает с некоторыми ограничениями. То есть, как правило, это 15% угол наклона по отношению камеры, 30% угол наклона по горизонтали влево-вправо. И на обычных камерах без эффекта зума это порядка двух метров. Поэтому идеально камеры установлены, наверное, в метрополитенах, когда вы заходите, идет турникет и, соответственно, вы смотрите в эту камеру. Это вот идеальная камера, когда она 100% может вас увидеть и распознать. Обычные городские камеры, они обычно висят на высоте 3 метра, и они, по большей части, непригодны для распознавания лиц, потому что там или угол по отношению к человеку не соблюдается, или просто человек далеко от них находится. Потому что распознавание лиц и общий мониторинг ситуации – это две разные задачи. Либо вы смотрите панораму целиком, то есть для видеоархива, либо вы приближаете зум и пытаетесь детектировать человека. Поэтому в городе обычная кепка от большинства камер закрывает. А в Китае? Там камеры уже умудряются определять, что ты за человек, кто ты. Просто по походке, даже если у тебя лицо скрыто полностью капюшоном. Это просто какие-то другие, более продвинутые камеры? Вот по поводу походки у меня нет такой информации, но думаю, что, скорее всего, это некоторая дополнительная метрика, которая позволяет делать реиндентификацию человека. То есть мы уже изначально знаем, что этот человек прошел в этом месте, и условно по походке отслеживать его. Здесь нужна врезка группы «Чугунный скороход». Ну, кстати, да, быстро ходить, тогда ты будешь размазываться на камерах, и система не будет тебя распознавать. Или менять, может быть, алгоритм. То пошел, то остановился, а потом побежал. Переодеваться периодически. Хромал. Тогда, скорее всего, тебе руки и заломят в ближайшие подворотни, потому что ты очень подозрительный человек. У искусственного интеллекта есть одна особенность. Он, соответственно, анализирует по кадрову. То есть он смотрит в каждом, берет видеопоток, раскладывает на кадры, и на каждом кадре смотрит. Поэтому здесь его обмануть можно с помощью быстрых мотаний головой. Блин, нет, давайте что-нибудь другое. А тебе нельзя про это говорить? Ну, секреты я рассказывать не буду. Нет, нет, нет. Нет, может реально как-то тему повернем? То есть вы прям сразу так пошли, прям... Можем, подожди, можем изображать, что мы смотрим видео, а на самом деле там не будет видео. Ого, смотри! Классно, что... Что у NVIDIA ссориваться с тем, как они отрезали один из каналов звука? Ну, по этой истории, наверное, лично мне нравится оптимизание трафика. Соответственно, это та история, которая была в Силиконовой долине, когда удалось в несколько раз улучшить алгоритмы сжатия и тем самым снизить нагрузку на трафик. Мы все знаем, что самый очевидный способ сжатия файлов деревом Шеннона, да? Сверху вниз. Ричард, они не видят, лист маленький. Здесь получается примерно та же история, когда человек сидит перед камерой, мы снимаем его ключевые точки, берем какое-то его, скажем так, лицо, и передаем, получается, по каналам только эти ключевые точки, а лицо уже отрисовывается на клиенте. Не помню, какие там точные метрики были, но сжатие получается достаточно интересно. Каким образом отрисовывается лицо? То есть, по каким-то алгоритму? То есть, это просто виртуальная дорисовка лица? То есть, фактически это отправка аватара? Да. То есть, это не видеотрансляция, это просто… Да, получается, что мы, когда человек сидит перед камерой, считываем его ключевые точки, и у нас есть, словно, картинка его лица. Мы передаем картинку лица и передаем ключевые точки, и говорим, предскажи, какое лицо будет. И, соответственно, на том конце, на котором сидит второй слушатель, она отрисовывается. Это примерно тот же самый принцип, который используется у нас в виртуальных дикторах. Как раз хотелось про дикторов поподробнее разобраться. Можно ли заменить всех? Всех людей виртуальными людьми. Это будущее, которое вы заслужили. Приятного просмотра! Я, если буду рассказывать, не смогу тебя забить, это нечестно. Что из себя представляет диктор, наверное, стоит сказать. Мы умеем, во-первых, озвучивать текст, во-вторых, потом по аудиодорожке этого озвученного текста можем предсказать губы. Ну, то есть то, как будет открываться рот в тот или иной момент. Поэтому фактически... Ну, ать! Хорош. Фактически лежит в основе диктора компьютерного зрения. В нашем случае это вижн, да? У нас было порядка 100 заявок, по-моему, с лишним. Ого! Мы выбрали наиболее подходящие образы. Нам нужны были губы определенной формы и определенное произношение. Девушкам приходилось на протяжении нескольких часов сидеть и проговаривать, проговаривать. И отдали ребятам из ML, машин лернинг, чтобы они обучали сеть фактически генерировать губы. В чем весь концепт? У нас есть Маруся, голосовой помощник. Она достаточно известная, она умеет говорить. Мы делаем из текста речь, потом эту речь отдаем вижену. И вижен, обучаясь на вот этом массиве всех отснятых моделей, он знает, как у девушки так или иначе, в какие моменты, как работает ее мимика, как работает ее дикция. И он подставляет под эту аудиодорожку, он генерирует точки на лице, и, соответственно, из этих точек получается ощущение, что диктор произносит те или иные вещи голосом Маруся. Мы всегда улучшаем губы. Ребята из, опять же, МЛ-чики сделали сетку, которая ругает сетку, если она неправильно делает губы. Не правда ли мои губы хороши? Сейчас это прям, скажем так, конгломерат продуктов, и, соответственно, компьютерное зрение помогает распознавать лица, ситуации, достопримечательности и объекты и сцены, которые на них находятся. Дополнительно у нас есть B2B-сервисы, это распознавание лиц, модерация, и, соответственно, пользователи могут через наш API залить свои фотографии, получить ответ, что конкретно изображено на них. Кстати, есть проект у Mail.ru, это проект к 9 мая, когда можно найти, получается, своего дедушку на черно-белой фотографии у другой бабушки. Ну, к примеру. Если это фото в сети, расскажи. Да, 9 мая, соответственно. Ну, святое, руку поднимай. Там было несколько проектов. Это как раз то, что ты озвучила, это поиск человека по лицу. Мы как раз использовали технологию распознавания лица, и дополнительно это ретуширование фотографий, то есть восстановление и повышение качества этих фотографий. Ну, это черно-белые и довоенные фото. Вот интересно, что... Ну, то есть пользователь заливает фотографию, мы на основании нее либо раскрашиваем, либо восстанавливаем те детали, которые были повреждены. У нас есть еще кейсы с медициной. Ну, например, диагностирование болезни Паркинсона по глазам. Взяли просто некоторое количество фотографий глаз пользователей и, зная, что у них этот диагноз, попытались найти какие-то признаки, с помощью которых нейронная сеть могла предсказывать, что эти люди обладают таким диагнозом. И потом, соответственно, добавляя фотографии новых людей, эти признаки смотрятся у них и делается прогноз, есть ли это болезнь у новых людей или нет. И какая точность предсказания сейчас? Насколько я понимаю, это пока только первый шаг. Много слышал о том, что на Западе IBM очень активно бежит в эту историю. В каких сферах? Не только же Паркинсон? Тут и лёгкие можно мониторить, и размер опухолей определённых. Я знаю, что уже на коже, то есть, условно, сфотографировав родинку, можно провести анализ и с высокой долей вероятности предположить, это хорошая родинка или у неё плохая история. Медицина – это вообще кладезь знаний для компьютерного зрения, потому что там достаточно много той информации, которую человек получает визуально, ну, я имею в виду доктор, и, соответственно, получается, здесь с помощью компьютерного зрения можно автоматизировать его работу. Это, соответственно, постановка диагнозов и, наверное, лабораторные исследования, когда мы берём какие-то анализы и с помощью компьютерного зрения автоматизируем эту отрасль. И в ближайшие лет 10 некоторая часть задач сотрудников медицинских организаций будет автоматизирована. У меня, если честно, это вызывает радость, потому что всегда очень сложно понять квалификацию врача, а здесь есть некая гарантия того, что у тебя будет поставлен корректный диагноз, даже когда врач не обладает какими-то сильными квалификационными навыками. Я знаю как минимум два кейса ещё интересных с компьютерным зрением в сфере медицины. Первый кейс – это мониторинг пожилых. С этим занимается Cherry Labs, когда строится некий цифровой скелет, и за поведением пожилого человека наблюдает камера. И на что направлен этот мониторинг? Первое – делает ли он какие-то упражнения для того, чтобы себя поддерживать? Второе – не упал ли он, например? Нормально ли он себя ведёт? И если происходит какое-то отклонение, то, естественно, система уже сообщает или, условно, в 911, или родственникам как-то, даёт понять, что что-то не так, есть отклонение. Второй кейс интересный, связан с тем… Это, кстати, делает один российский стартап, по-моему, «Церебром» называется. В чём суть? После инсульта зачастую людям нужно восстановиться. То есть, у них нарушена двигательная способность, какой-то конечность, ещё что-то. А реабилитологов не хватает. То есть, реабилитологов, которые могут заниматься полноценно реабилитацией людей, пострадавших после инсульта, их не очень много. А больных там типа в 10 раз больше. Соответственно, есть естественный разрыв между больными и возможностью оказать им помощь. Что делают те ребята? Они с помощью камеры мониторят самореабилитацию. То есть, нужно делать некие упражнения, если не ошибаюсь, руками, для того, чтобы восстанавливать двигательную способность, то есть, восстанавливать моторику. И камера проверяет, делаешь ли ты всё правильно, отклоняет, не отклоняешься ли ты от курса, и более того, они умеют, по-моему, даже узнавать конкретную руку. Да, есть такие задачи. Они условно называются «Poast Estimation», когда мы на основании человека пытаемся предсказать, скажем так, его скелет и понять, как он двигается в кадре. Мы использовали такие алгоритмы для решения задач магазина без кассиров и для буровых объектов, для определения того, что человек находится в безопасности, не совершает опасные операции, скажем так. А что это для буровых, например, что это за опасные операции? То есть, он не закуривает у скважины, что ли? Датчик дыма не справится с этим лучше? Нет, датчик дыма, конечно, с курением справится лучше, потому что камере тяжело это детектировать, но, по сути, там съёмка ведётся на столе ротора, и человек находится рядом с движущимися механизмами. Нужно убедиться, что в тот момент, когда проводятся работы, он находится на отдалении от крутящихся механизмов и тем самым не создаёт опасных условий. А что происходит, если он рядом? То есть, останавливается система, ему предупреждение? А шлётся Аларус. Хорошая история, но нет. Кушь уведомления, оно и не приходит, потому что интернета на буровой там нет. Ребят, есть Wi-Fi. Вау, ура. Мартинка. Слушай, на самом деле хороший вопрос, зачем это всё делается. И когда мы уточняли заказчикам механизм, то получается, что у них нет цели наказать человека, и цель предупредить человек, она тоже странная, потому что, как правило, он не успевает отреагировать. То есть, пока система детектит, пока ему придёт смс, пока он достанет телефон, пока посмотрит, ну, как бы это всё время потеряно. А здесь, скорее, сбор информации для профилактических действий. Магазин без сказ мы оставляем, Амазон? Да, то, что насчёт ограбителям. Ограбителей-то он как раз предполагаемых по фейсам. Давай предположим, что да. Вообще, логика там используется следующая, что при входе в магазин ты должен через QR-код авторизироваться. А как же ещё, знаешь, распознавание лиц на входе в магазин? То есть, как минимум, распознавание эмоций. Ты пришёл в магазин распознать лицо ворта или нет, или купишь ты это или нет? Второй кейс – это как раз распознавание лиц воров, запоминание лиц воров с тем, чтобы их найти. Вы же помните, одно время было популярно приложение с поиском лиц во ВКонтакте, где было очень легко найти всяких злоумышленников, которые попали на камеру. Что здесь происходит? Что в автоматизации ритейла? То есть, каким образом происходит покупка без сказ? Для чего нужно распознавание эмоций? Предполагается, что там компьютерное зрение и дополнено какими-то датчиками, какими закрытая информация. Ну, есть RFID-метки, есть Bluetooth-метки, но они и те, и другие, глючные и дорогие. У меня есть подозрение, что там ультразвук какой-то используется, но я обычно там не был, поэтому пока. Я как раз хотел сказать, что нам обязательно нужно будет дать рецепт, как защититься от того, чтобы тебя система распознавания лиц в Ашане не подставила на 78 штук. Пусть тогда и сажают дипфейка. Система распознавания лиц в Ашане чуть не посадила невенного человека. Новость о ложном срабатывании системы распознавания лиц. Что об этом можно сказать? Жалко, жалко человека. Каждый из нас может оказаться в такой ситуации. Вот, Паш, расскажи, если бы ты попал в такую ситуацию, что бы ты стал думать о компьютерном зрении? Да слушай, я бы просто, если честно, охренел, потому что я уверен, что там никто бы нормально объяснить не смог. Это скорее вопрос к эксперту. Что делать, как защититься от того, что тебя неправильно распознали? Есть ли адвокаты, которые способны тебя сразу же отбить у системы? Как от этого защищаться вообще? Не ходить в магазин, заказывать все через вкус? Не быть похожим на других людей, которые совершают противоправные действия. Всего-то. Логика принятия решений после того, как система что-то порекомендовала. В данном случае рекомендация является информацией о том, что есть такой человек в базе, и он совершал противоправные действия. Но мы сталкивались с этими кейсами, немножко отойду от темы компьютерного зрения в промышленности. Когда делаешь какую-то модель, приходишь к технологу и говоришь, ну вот наша модель рекомендует вам увеличить напряжение или что-нибудь такое. И, соответственно, правильный вопрос, а кто за это будет отвечать? И тут более очевидно, с точки зрения текущего кейса в Ашане, тут вопрос реагирования, то есть, что нужно было сделать сотрудникам, чтобы принимать правильное решение. Насколько я вижу из этой новости, там все просто получили это уведомление и начали действовать как-то неосознанно, не по какому-то конкретному сценарию. То есть, я считаю, что в данном кейсе проблема была именно в этом. Ну, то есть, протокол реагирования компании должен закладывать умение работать с ошибками, в том числе. Да. И какой-то арбитраж, что ли, я не знаю, как это еще можно назвать. Вы прям про презумпцию невиновности рассуждаете. У нас это же не особо работает. Ну, просто надо понимать, что в другом конце могут сидеть люди, которые просто будут выполнять инструкции. Да. То вот ровно так и получилось, я насколько понимаю. Марин, ты сказала, что у тебя две новости про это. Азбука Вкулс рассказала о первых итогах работы магазина «Бескасс». Я не знаю, можно ли вмешиваться в это. Можно. Я был в далеком, глубоком Подмосковье, в маленькой деревне, фактически, такой весьма провинциального вида. И там была пятерочка «Бескасс». Это было удивительно. То есть, они тестируют. Да, и просто там, ну, я стоял из-за магазина «Курил», ко мне пришли два местных парня, там стрельнули «Сигу», там что-то спросили и т.д. И рядом вот это вот все пятерочка «Бескасс». Вот этот культурный шок такой огромный. Я там не списал. Оболодец. Прикольно. Да. Слушай, кстати, мне знаешь, что с магазином «Бескассиров» понравилось? Мы были у одного ритейлера, и на удивление они сказали, что терминалы самообслуживания используют пожилые люди. Им очень нравится, что к ним можно подходить. И без какой-то спешки, давки и так далее, посмотреть в спокойной обстановке ценники, понять, что ты хочешь покупать, что хочешь купить, что тебе не нужно. И тебя при этом никто не подгоняет. И прям такая неожиданная целевая аудитория появилась у них. Ну, смотрите, я еще один кейс вспомнил. Сбербанк. И они же презентовали банкоматы, когда ты подходишь, они считывают твой фейс и идентифицируют тебя. И выдают тебе деньги или какие-то операции позволяют сделать. Тоже, мне кажется, особенно для пожилых людей, которым сложно с интерфейсами как-то обращаться, а ты так подошел, и с тобой какой-то, во-первых, возможно, как это ассистент голосовой с тобой работает. И плюс тебе не надо ничего вставлять для того, чтобы определили, что это конкретно ты. Такая тоже история. А я подумала, тихонечко, может быть, работает. А то, опять же, приходишь поздним вечером где-нибудь в регионе, и там тебе говорят, ставьте карту, введите сумму, заберите деньги. Пин-код 552. Голосом продиктуйте. И, может быть, если подтвердите пин-код, да, если ты тихонечко твое лицо считали и просто молча выдали деньги, может быть, это было бы безопаснее. А если мы вспомним, в каких местах есть отделение Сбербанка, в каких небезопасных местах? Да, особенно ночью туда стрёмно заходить. Да, не парьтесь, всё равно все банкоматы, наверное, на Windows XP до сих пор работают. Вопрос, кстати, вот про идентификацию лиц. Ведь это же сейчас куча договоров заключается удаленно. Условно, там в каршеринг, не надо приезжать, документы подписывать. Микрозайм уже можно получить. Есть даже сервисы, которые оказывают услуги идентификации. Кем образом это происходит? Что там проверяют? Ну, механизмы можно реализовать разные. У нас, кстати, есть такой похожий проект. Ну, точнее, не похожий, а можно даже сказать целевой. Там есть несколько сценариев. Первый – это, соответственно, распознавание самого лица человека. Второе – это распознавание его паспорта и реквизитов. Третье – это распознавание селфи с паспортом. И как дополнительный механизм – это просьба сделать некоторый жест, чтобы убедиться, что это именно он. То есть это… Распознавание видеопотоки, что это не наложенное изображение, не собраное в фотошопе. Да, ну, либо видеопотоки, либо просто фотографию прислать, и, соответственно, мы отрисовываем какой-то жест уникальный и сверяем, что человек совершил именно его. Это, в принципе, уже в некотором виде реализовано для восстановления доступа к профилям одноклассников ВКонтакте, продуктов Mail.ru. И сейчас мы эту историю запускаем для бизнеса потихоньку. Австралийка вдоволь поиздевалась над угонщиками Теслы. О, отлично, все про Теслу. Ага, то есть австралийка поняла, что у нее гнали машину, у нее было мобильное приложение, она смогла отследить свою машину и, слегка подразнив, угонщика передала данные полиции. Что значит «подразнив угонщика»? Ну, она… Своими фотками. Заставила смотреть. Так. Заставила лайкнуть в Инстаграме несколько постов. Предлагая перейти на модерацию. Вес измерили угонщика на сиденье. Эмоции распознали. Эмоции распознали. Тесла со спящим водителем попыталась скрыться от полиции. Я не знаю, почему искусственный интеллект решал, что надо от полиции скрываться. Слушай, на самом деле мы хорошо, что заговорили про машины, потому что сейчас одно из самых горячих применений компьютерного зрения – это как раз автопилот в машинах. И сейчас по дорогам Москвы ездит куча self-driving car, которые обучаются здесь на улицах. При том, что несколько лет назад это было еще невозможно, поскольку лет восемь назад нельзя было с уверенностью сказать, какой свет горит на светофоре. Нельзя было понять красный, зеленый. Если подходишь переходить, я не пойму. Он бы стоял и… Простите, пожалуйста, вы не подскажете у человека? Кстати, это хороший кейс выхода из ситуации. Знаешь, для компьютера, когда он не определил, он просто должен спросить. Социальная реклама – переведи робота через дорогу. А ему говорят, где обучались, туда и обращайтесь. На каком датасете обучались, туда и обращайтесь. Сейчас же они уже отлично тормозят, контролируют движение по разметке, расстояние от других машин, масса всяких технологий. Чего ждать? Для чего автопилот создается? Какие задачи они будут решать? Надеюсь, что можно будет спокойно ехать на работу и не отвлекаться на руль периодически, хотя бы занимаясь своими делами. И мне эта идея нравится с тем, что можно спокойно передвигаться по центру города, нажав кнопочку в мобильном приложении. Вообще там глобально есть два подхода, как сделать беспилотный автомобиль. Первый – это с использованием лидаров, и второй – с использованием компьютерного зрения. Сейчас там много за, много против каждого из подходов. А зрели не гибридные? Сейчас нет, там в основном либо то, либо другое. У лидаров основной недостаток – это их высокая цена. У компьютерного зрения – это обучение моделей, которые совершенствуются лишь со временем. Поэтому периодически случаются какие-то аварии, и на основании этих аварий машины обучаются и становятся более предсказуемы, более управляемы в сложных ситуациях. А почему аварии-то происходят? Тут две, наверное, истории. Первая – это машина что-то неправильно распознала с точки зрения компьютерного зрения. Есть там отдельные проекты, когда люди берут дорожные знаки и смотрят, как Tesla на них реагирует. То есть, я видел пару таких хейсов, когда, допустим, брали обычный дорожный знак «стоп», делали пару наклеек квадратных на этот дорожный знак «стоп», и Tesla переставала его видеть. Хотя там человеку было очевидно, что это знак. И второе, соответственно, как и все алгоритмы искусственного интеллекта, они детектируют то, что видели для этого. Соответственно, если алгоритм до этого не видел какой-то ситуации, ну вот у Tesla, я знаю, сейчас проблема некоторое время была, что она врезалась в грузовики белые. Если алгоритмы не видели этой ситуации, то они могут ошибаться и неправильно действовать. Поэтому сейчас идет такой накат часов. Чем больше часов машины проезжают, тем больше они обучаются, тем более безопасными они становятся. Но кому-то надо эти первые часы провести в машине. То есть она же, наверное, едет, скорее всего, как бабушка за рулем. Очень аккуратно, медленно, раздражающе. Не знаю, как насчет бабушки. Тут была новость, что на 180 Tesla уезжала от полиции, поэтому очень такая боевая бабушка попалась. Пьяная бабушка. Нет, но это же на трассе. На трассе-то как раз все легко. По трассе ехать сам Бог велел, а в трафике? Ну, как сказать, зимой по Сибири, по гололеду. На автопилоте я бы не поехал. Я бы, наверное, тоже держал как минимум руки на рулем. А вам не кажется, что теряет смысл машина в своей конфигурации, если в ней появляется автопилот? Зачем мне тогда сидеть перед лобовым стеклом, если я могу, например, в этот момент спать? Или, например, у нас были коллеги, вернее, не коллеги, а гости из Долголетия. Они рекомендуют больше двигаться. Может, я в машине тогда буду вертикально стоять и что-то еще делать? Для этих целей есть метро. Я думаю, что форм-фактор автомобилей будет меняться. Будут меняться дизайн, функциональность внутри для пассажиров. Я думаю, что за ближайшие 10-15 лет многое в этом плане будет, какая-то трансформация. Что мне надо сделать, чтобы войти в эту тему, разобраться и пойти куда-то работать, чтобы мне платили деньги? Вначале приезжаешь в Ашан. И там заставят, возможно... Ты узнаешь, что я уже работаю. Да, первый кейс. Там очень строгая служба безопасности. Есть три области знаний, которыми лучше обладать, чтобы попасть. Это, соответственно, первое – это знания математической статистики и линейной алгебры. Второе – это так называемые хакинг-скиллс, когда ты берешь какие-то данные на вход и умеешь их правильно сконфигурировать и таким образом решить задачу. И третье – это знания предметной области. Если у вас есть три этих составляющих, то вам прям нужно идти в машинное обучение и в том числе в компьютерное зрение. Что ценно, что важно? У меня там направление компьютерного зрения в компании, в которой оно с нуля выросло до 20 сотрудников, начиналось с того, что я воспользовался таким графическим редактором, обучил некоторую модель, показал результаты и потихоньку компания начала в эту историю инвестировать. В целом, тут правильный подход – не бояться и проходить некие курсы, где есть практические примеры. То есть, я даже не обладая знаниями питона, мог спокойно зайти на курс, посмотреть код, воспроизвести у себя его на компьютере и создать таким образом достаточно хорошую модель. Поэтому тут важно не бояться, важно пробовать, заниматься самообразованием и пытаться построить модель. Ты как раз классную задачу поднял. У классического бизнеса нет такой веры в машинное обучение или во что-то еще, и были проблемы с данными на вход. Как ты пробивал вот эту стену недоверия? То есть, ты создал модель какую-то, под какой кейс? Что ты показал? Какие результаты получились? Здесь в чем плюс конкретно компьютерного зрения? То, что ты глазами своими видишь, как это все работает. То есть, тебе не нужно, как в машинном обучении в промышленности, пытаться построить модель на каких-то данных и непонятно, как это интерпретировать. Здесь ты построил модель, показал на неком видео, как работает, и все, в принципе, бизнес понимает, что это, с чем это едят, и стоит ли с этим двигаться дальше. У нас начиналось все со средств индивидуальных защиты, соответственно, мы ездили по рынку порядка трех лет назад, и смотрели компании, которые предоставляют услуги в этой отрасли. Наш работодатель тогда говорил, что давайте у кого-нибудь что-нибудь купим, мы не будем делать сами. Соответственно, мы его несколько не послушались, обучили первую модель, после этого посмотрели результаты, сказали, ну давайте наймем какого-то джуниора, который потихоньку эту тему раскачает. И за два месяца мы, в принципе, создали первую модель, которая уже достаточно неплохо работала. В этом плюс компьютерного зрения. Это мониторинг надетых респираторов. Да, это каски, перчатки, очки, это вот эти вот кейсы, и в целом определение человека в кадре. Здесь важно понимать, что специфика комп зрения заключается, что там 20% усилий и дают 80% результата. Но не нужно этим обманываться, потому что комп зрения – это не спринт, это марафон. То есть то, что ты вначале получил, тебе кажется, что это все круто, это все классно работает, но когда ты начинаешь внедрять, ты находишь еще там с десяток кейсов, которые нужно попутно решить для того, чтобы модель удалось внедрить. Ну, пример с Ашаном, в принципе, показательный. Ну да, там, кстати, интересная штука, что ты все равно не можешь задачу на 100% решить для всех кейсов. Но ты ее можешь решить, допустим, на 95% и этим удовлетвориться, потому что это уже большую нагрузку снимет. Потому что каждый следующий процент будет даваться очень большой ценой. Это уже просто бессмысленно. Для этого достаточно все-таки для таких кейсов условно оставить человека-контролера. Ну, конкретно мы работали над таким кейсом, где... Ну, а что я буду себя рекламировать? Предсказание о будущем. Да, ты забыл? Это же не первый канал. Итак, Виктор, что нас ждет? Ну, я, наверное, озвучу два тезиса. Первое – это есть такое информационно-консалтинговое агентство «Гартнер», и у него есть понятие «хайп цайкл». То есть, когда появляется какая-то новая технология, сначала на нее идет хайп, и все пытаются ее куда-то применить, потом идет некоторое разочарование, и потом она выходит на так называемое плато, когда она уже начинает применяться, когда все поняли, что с ней делать. Вот компьютерное зрение – это, собственно, такая технология, которая прошла уже хайп, прошла стадия упадка, и сейчас она точечно внедряется в разных отраслях. Второй, соответственно, тезис заключается в том, что примерно 80% информации, которую человек воспринимает, он воспринимает визуально. Соответственно, в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, других отраслях те задачи, которые решаются с помощью зрения человеческого, будут постепенно автоматизироваться. Это не будет какой-то большой глобальный проект, в котором будет одна технология компьютерного зрения, это будет множество точечных решений, которые будут решать конкретные задачи. Ура! Глазами мы скоро перестанем пользоваться. Ну, можно, да, мы не нужны, не нужны. Ну, если это можно будет нормально продать. Я сказал, посмотрим. Тонко. Не посмотрим. Если вы читали Нейроманта, то есть это же Библия киберпанка, там как раз вместо глазика вполне можно было ставить какое-нибудь там инфракрасное зрение или еще что-то. А, ну то есть мы заменим... Да зачем тебе вот это простое зрение, которое камера тебе заменит? Слушайте, а мы забыли одну штуку. Помните, мы говорили про черное зеркало? А как это связано с машинным зрением? Мы там говорили, что виртуальных ведущих попытаемся... А, сознание вытеснить и... Да, сейчас тогда об этом поговорим. Ну, там на самом деле дополненная реальность была, ее тоже можно привязать. Я думаю, что по дополненной реальности отдельная история. Надо, чтобы кто-то из будущего снимал трубку. Марин, скажи, шла Саша по шоссе, сосала... Facebook будет использовать искусственный интеллект для быстрой модерации контента.